Дети и подростки, что собираются возле эстрады в парке Раздолье, не просто победители конкурса. Они – авторский коллектив седьмой книги «Мы сочиняем и рисуем сказку». Одна из самых юных писательниц – Ирина Соснина, 6 лет. Сама похожа на принцессу. Ее история про крокодила, который отличался от родных, потому что был добрый и еще хотел летать. И гуси взяли травку и сказали, чтобы добрый крокодил на эту травку залез, и они взяли травку, и он полетел. Новшество этого года – QR-код. Он ведет на сайт с профессиональным озвучиванием сказки, сделанной силами актеров Театра Крылья. Наталья Кудрявцева, руководитель окружного центра развития культуры, рассказывает, что именно в ее центре родилась идея этого проекта. Эта история очень интересна. Это конкурс, который называется «Мы сочиняем и рисуем сказку». И зарождение этого конкурса произошло у нас в центре. Семь лет назад. Наталья Валерьевна делится, что создатели конкурса продолжают следить за судьбой авторов всех изданий проекта. И особенно тех, кто попал в первую книгу. Просто есть определенные условия в конкурсе. Мы об этом подумаем, может быть, как-то изменить и попробовать, а как мы писали раньше, а как мы пишем теперь. Может быть, это вот вы натолкнули нам на такую идею, попробовать сделать что-то еще интересное с этим конкурсом. Сейчас в округе более 52 конкурсов и фестивалей на любой вкус. Люди имеют возможность реализовать себя как творческие личности. Мы хорошие организаторы, мы умеем работать с людьми, мы ценим людей, мы работаем для людей. И моя основная задача – это кадровая политика. Я хочу, чтобы молодежь пришла в культуру, ей было здесь интересно. В седьмой выпуск проекта «Мы сочиняем и рисуем сказку» вошло 27 сказок и 75 иллюстраций. Если есть возможность, постарайтесь найти эту книгу. Вполне возможно, что вся серия скоро станет раритетом. Ведь уже сейчас интерес к проекту вышел и за пределы округа, и даже за пределы Московской области.